Музыка Вы не поверите, помните я вам говорил, что в какой-то момент времени у нас будет официальное начало, уважаемые жители Участников уже здесь, чтобы не затягивать, все пилоты должны находиться около трека, чтобы услышать свои фамилии и появиться здесь Здравствуйте, здравствуйте, мы вас долго ждали, все-таки вы здесь Разрешите, я поправлю, у нас сегодня обновленный состав, мы в этом году едем с новыми пилотами, это чемпионы по классическому ралли Это классно, мы потом еще пройдемся по этому, вы уже здесь, это уже хорошо Итак, молодые казанские пилоты выведут на трассу легендарные гоночные автомобили в Москву Классик Гран-при, ребят, полнорсы остались сюда, аплодисменты возрастами, это отечественная классика Поверьте, когда вы увидите, вы поймете, что все зарубежные производители, все модные, это все тлет, это не туда Абсолютно, вот она, отечественная классика, если ее чуть-чуть протереть, стереть пыль, поставить, пересобрать все заново, разобрать и снова собрать, тогда получится то, что надо Вот они, пилоты здесь, в Москву классик Гран-при, Денис Стариков, Сергей Малов, Алмаз Хамедулим, Павел Прокофьев, Алексей Ахсянов, Андрей Сергеев, Айрат Гракимов и Булат Мухамедзянов Павел Прокофьев, Алексей Ахсянов, Андрей Сергеев, Айрат Гракимов и Булат Мухамедзянов Павел Прокофьев, Алексей Ахсянов, Андрей Сергеев, Айрат Гракимов и Булат Мухамедзянов С 1988 года! Здесь выгодный автомобиль КАМАЗ-203. Взрывы, ребята, с 1988 и 1995 год. Это первый автомобиль с ярко выраженными спортивными характеристиками. Принципиально отличающимися от обычных грузовиков. Двухозник КАМАЗ-49252 был создан при поддержке басовской компании Мастер. Именно тогда он стал называться КАМАЗ-Мастер. Двигали 750 вложениями сил, с этим мотором на компоновке большие 25-юймовые колеса. Третий по счету, следующий за ним КАМАЗ-2911, 23-го года, в 2002 году. Команда КАМАЗ-Мастер совершила новую качественность. И вся команда КАМАЗ-Мастер нам подарила. Ну и КАМАЗ-1-2, Андрей Конфорта России, победитель Норланды Солковой путь 2010 года. Четыреопередованный победитель Дакара. И это опция на солнце Казани, в день города Казани. Заслуженный мастер спорта России, победитель... Поздравляю тебя с Днем Республики Татарстан. Прямо обнимите этого человека. Если вы видите, что рядом с вами... Ребята, можно нон-стопом говорить, конечно, о том, что и Арат Мартеев. У нас, конечно же, здесь в команде 2006 года. Набережные челны. Я еще поподробнее о нем, конечно, расскажу. Это не первый и не последний раз, когда парни появятся здесь. В управляемом заносе сейчас. Давайте просто подрахлаждаемся, шоу Кера, чтобы я вам не хочу мешать. Победу команда, команда мастер. Вот они в синхронном танго. Достойте, подчиняюсь, да, скажу, в управляемом заносе. Арат Мартеевны, Гоак Николаев. В какой-то момент они, конечно, приготовили нам небольшой сюрприз, подарок. Ждем, когда это будет махиться. Это небольшой крамплин, предвлекая прыжок. И это будет двойной прыжок. Я не видел его в этом году. Помню, однажды, надо бы сказать, CD Racing, они уже проделали этот трюк. Конечно, это был небывалый успех. Красота и зрелище. Ваш покорный слугам, я вас покажу. Друзья, действительно, вот я вот сейчас развечался воздушное пространство Эдуард Николаев. Прыжок с Питера и пролет мне вообще все, наверное, надо подбезнуть в год назад. И вот сейчас мы можем, да, посмотреть, как работает, как великолепно работает подвеска боевого болида команды КАМАЗ-Мастер. Сейчас блоки здесь установили у нас. Молодцы, когда они сегодня ранее все-таки, естественно, так, не могу ошибаться, но не ошибаюсь, что пилоты в Москве украли. Многие зрелистные проведущие в Казахстанке, а потом открываем. Да, 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 да. Казахстанке, открывается вперед, Москвич, что, встал сразу же на повороте, ГАЗ-24, но что ты будешь делать? А у нас 408-й идет впереди Голубого Целета. За рулем у нас кто у нас сейчас сидит? Сергей Малов. Москва 408-й. Вы посмотрите на него, мы красавиц, мы красавиц же. Но это просто, это бальзам на глаза, они гоняются. Вот посмотрите, зачем нам эти сервали большие и подобные? Вот, купите классику, вложите какие-то копеечки. И вы посмотрите на этот ГАЗ-24, который вы посмотрите впереди. Но че, это просто красота. Если у вас нет жены, нету девушки, вы не знаете, как найти скриптовую половину. Обратитесь к ребятам, в городу классика А3. Эй-джи-тим. Прямо сейчас на ваших глазах. Эй-джи-тим. Ребят, давай, чемпионат по картингу Ротов Макс. И Эй-джи-тим. И где на самом деле проще? Вот сейчас на ваших глазах у нас Сергей Галкин. Профессиональный мотогонщик. Ну, кстати, вот очень интересно, вот сейчас на ваших глазах были Лана Гранта. Казань и Каньон. Эти автомобили, это прокат, обычный прокатный автомобиль. Любой желающий может приехать на автоном Казань и сказать, что я хочу погоняться. Вот прям почувствовать себя в ремонт. Участвовали в этом. Это был просто подарок для всех зрителей. Ну и подарок также Эй-джи-рэйс. Рокко. И вот оно, подрастающее поколение Камаз Мастер, которое пока что на двух колесах, но совсем с форма пересядет на кулочную. Но сначала я увидел, что этот малыш будет гоняться в классических, не только ралли, и в ралли-меды, как и новички, а просто классического ралли. На зеленой машине едет Алексей Игнатов, чемпион страны, мастер спорта по автомобилям. Он едет, вот, обратите внимание, Эдин Берман, а на белой «Газель» едет Александр Русанов. Это победитель моно-серии, и в частности ралли-иноксерии, который выступает на автомобилях «Кубару». Равных Александру Русанову просто никого нет. Мы только что вернулись с ралли-иноксерии в Саратове. Это был этап чемпионата страны. И Русанов занял третье место в Абсолюте. Это вот белый автомобиль. А на зеленом автомобиле Алексей Игнатов просто встает. Он даже не приехал чуть быстрее Русанова. Но обратите внимание, вот сейчас на зеленой машине нет воздухозаборника. Тот, который есть на белой машине, знаете. Почему нет воздухозаборника? Да потому что он пытался проехать вот такой трубой ограничительный. Ну, знаете, вот такие трубы есть в любой заезд, при любом заезде в какой-нибудь дачный поселок. Они немного промахнулись. Там так легенда была написана, они промахнулись, и лишь под этой трубой не проехали. Козырек воздухозаборник снесли. Поэтому у нас тут просто такое большое отверстие, куда с вами ходом теперь не подходит. Вот точно так же, и она, и она там, как, в общем-то, и в любой газели, да? В газелях, в принципе, прежде всего. Мосты у нас тоже родные, но усилены. Усилены поперечные, усилены тропами, потому что машины прыгают везде далеко. Это же ралли-мейны. Ралли-мейны у нас Давила Марковский же титул нас обманывает на КАВе 636. Сет, возможно. Вы посмотрите на эти титуги, видите, голубого цвета такого... Jesus, Jesus Christ. Называется этот трюк, или Иисус, когда станет человек на баке, бак такой, и весь, и вообще 5, но, и когда бы можно было на него садиться, и делать какие-то элементы, трюки, или кайчер, или стоять, вот как сейчас. Сделать Виша Марков, вот сейчас он встает. Вот этот трюк, вот этот элемент, если мы и ездить на мотоцикле, можно, в принципе, научиться, ну, сад, ну, пожалуй, сад. Садитесь. Садитесь. Я открываю вам небольшой секрет. Если вы физически подготовлены, это первые слова, да, можно научиться. А вот этот трюк, а вот это уже не один день. Это уже не неделя, и не месяц. Это уже по часовой сменке, причем у каждого статуса своя любимая сторона, по которой он делает Билли, и небольшой такой передвижку, смотри, заставляемый донос. Да, и, конечно же, Яковский, это неприводная классика. Билли Катрадик скиншоу уже полной силы, уже нету разогрева. Парням работают на полную катушку. Вот, успел, успел, приключить какую-то силу Катрадик. Я у него сейчас, я думаю, доволен Данила, потому что это такой, вот сейчас опять на заднее колесо сейчас включился. Да, вы посмотрите еще, звезда на заднем колесе увеличенного диаметра, чтобы можно было, чтобы можно было, колесо стояло на одной точке, как это делает Данила Марков. Это уже профессионализм, это уже часы тренировок. Вот сейчас, ну, конечно же, управляемый на квадрике, на двух кинтах, на двух колесах, успевать, вызывать аплодисменты за себя. Это аплодируемые. Ну, конечно, ради чего? Ради чего все это происходит, ребята? Наверное, какие-то... Ну, ребята вернутся, им дадут какой-то за это кубок, им дадут какой-то, я не знаю, диплом, сертификат, фотографию. Самое главное, это ваши реакции, самое главное, это ваши эмоции, самое главное, это ваши аплодисменты. Данила Марков сейчас будет хай-джамп, вопрос, как он перепрыгнет вот так вот, забирается сбоку, встает и уже Джизис... Управляя его! Сапчик! Два вернутся Дарька, и встал, вот теперь уже на вилле, встал безбашенности. Он может позавидовать любой безбашенности, и, конечно же, связать две мысли. Любовь, Тиана Джонс, спасибо вам за красоту, которую вы нам дарите, и за тритер. Я думаю, что это не первое по ваше появление здесь, поэтому в следующий раз... А-та-та-та-та-та-та! Естественно! И после... Смотри, ты успел подтолкнуть, завести и поехать! Ребята, аплодисменты! Вот она! Вот она, классика! Вот они рабочие будни! Спортсменов-дрифтеров! Вот оно! Вот он запах бензина и дыма, который коптится во всеми. Смотри, молодцы, ребят! Ну и, естественно, пределный сзади бампер, который периодически отлетает на соревнования. Это классика. Это бамперы, постоянно прикручены какими-то хобутами, резиной, каким-то скотчем, постоянно полуоткрытый капот. Ребята, конечно же, выжимают! Продолжение следует...